Наверное, умение общаться с пациентами – это очень важно. Опять же, постоянно поддерживать и повышать свою квалификацию. Наверное, быть даже в какой-то степени просто человеком – это очень важный момент. Опять же, общение с пациентами. Медицина должна быть, наверное, прежде всего. Наверное, неизвестность какой-то степени. Успокаиваем, но все равно, если человек через это не прошел, когда он не знает, что его ожидает, конечно, некоторым это страшно. Ну, я думаю, что… Не, ну я как врач говорю, что это не страшно, но если бы я была пациентом, я думаю, что первая попытка – это, да, дополнительно. Как раз они иногда приходят скептически настроены, когда мы получаем результат. Я говорю, вы видите, не верили, что с первой попытки получилось. Ну, вера, наверное, это 50% успеха. То, что ты веришь, то, что это получится, это, наверное, тоже имеет очень серьезное значение. Это зависит, конечно, от возраста, в первую очередь, наверное, более правильно, возраста женщины, потому что качество яйцеклеток с возрастом оплодозирующей способности ухудшается. Конечно, это зависит от показателей сперматогенеза. Ну и, соответственно, что мы видим потом в эмбриологической части, то есть какого качества получаем эмбрион. То есть 80% успеха зависит от самого эмбриона. 20% это уже вклад приводит в состояние материнского организма. Ну, если их молодая пара, то, в принципе, они могут от первой попытки получить благожданный результат. В двух словах чудо. Там, где я понимал, что трубы реально непроходимы, маточные трубы непроходимы, все-таки человек потом беременеет через естественное зачатие. Ну, в какой-то степени это чудо. Бывает, конечно, такое. Я не скажу, что часто, но бывает. Вот была девушка, она прямо аж, ну, естественно, радовалась и плакала. Я никогда в жизни не видела две полоски на своем тесте. У человека просто это зашкаливали эмоции. Сколько, говорит, я ей делала все время одна полоска, то две – это для нее человека. Это было, наверное, действительно достижение всей ее цели в жизни. Ну, я просто воспринимаю это как свою работу. Я считаю, что любой человек, который делает успешную свою работу, то есть это… к этому как бы надо стремиться. То есть это не то, что ты там делаешь что-то сверхъестественное. Тем более, это не заслуга одного гинеколога. Это работа всего коллектива. Мы, наверное, без эмбриологов многого чего не смогли бы. Просто эмбриологи, они немножко в стороне. Поэтому, конечно, пара общается с репродуктологом. И, конечно, первые их эмоции мы встречаем. То есть это будет положительно, отрицательно, но это именно врач. Поэтому, наверное, это самое сложное в работе. Наверное, что я занимаюсь тем, что мне все-таки доставляет какое-то удовольствие. Аминь. 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 Продолжение следует...